Сегодня наш пост о том, как безопасно повлиять на свое долголетие. На самом деле ученые еще спорят о очень многих процессах старения и о том, как воздействовать и затормозить эти процессы старения. Но уже достаточно много доказательных исследований в области микробиоты. Дело в том, что наша положительная симбиотная микрофлора образует при переваривании клетчатки специальные вещества. Это короткоцепочные жирные кислоты и спермицид. Эти два вещества напрямую усваиваются нашим организмом и используются как продукты остановки оксидативного стресса, улучшения работы митохондрии, ну и очень много других биологически активных действий, которые влияют на наше долголетие и молодость. Мы понимаем, чтобы естественным путем увеличить синтез вот этих короткоцепочных жирных кислот и спермицида нужно питать нашу микрофлору клетчаткой. Грубая клетчатка не очень-то хорошо многим переваривается и усваивается, поэтому я в своей практике, как врач-диетолог-гастронтролог, рекомендую растворимые виды клетчатки. Ранее я использовала в основном шелуху подорожника. Это такая оболочка из семян подорожника под названием псиллиум. Но очень многие мои гастронтрологические пациенты с панкреатитами, с гастритами и скалитами не очень-то ее в том числе хорошо переносят. Потом я перешла на пектины и понимала, что яблочный и цитрусовый пектин тоже не всегда хорошо работает. И мои поиски завели меня в Владивосток. Я связалась с производителем морского пектина. Можно сказать, это просто верх божества среди всех видов клетчатки. Называется продукт Дезостер. Выглядит он сейчас вот так. Я его использую для создания пищевых продуктов, в том числе и десертов, конфет. И использую его как наполнитель для других детокс-продуктов моей системы питания, который может быть и идти в долгосрочном режиме. Но если мне нужен лечебный эффект, то я беру чистый морской пектин или так называемый Дезостер. Продается он сейчас вот в таких вот пакетиках маленьких. Здесь одна порция, 1 грамм. Для лечебного эффекта я могу себе как врач позволить рекомендовать сразу 2 пакетика. Выглядит этот продукт вот так вот, черный порошок. Он очень приятный. Он таким, как будто вы заклотнули немножко море. Солоноватый такой морской вкус. Но реально приятный, то есть не противный за счет того, что все-таки такая солоноватость продукты есть. Я его не сильно растворяю водой. Мне проще его потом запить. Поэтому я могу его даже съесть и запить. Либо чуть-чуть растворить и запить. Когда я его рекомендую? Но прежде всего, когда я провожу детокс-программу по, например, восстановлению желудочно-кишечного тракта. Мне нужно порой разгрузить кишечник, дать ему обработать, переработать все скопившиеся продукты и отходы. Второй прием. Когда я работаю с кожей. Когда есть различные аутоиммунно-аллергические поражения кожи. Но это обязательный компонент моего противопаразитарного протокола и антикандинного протокола. Как на практике я поняла, что он еще может применяться и при у людей с гастроэнкологическими проблемами верхнего этажа. Как-то побывав в Санкт-Петербурге и поев, может быть, не в том кафе, я испытала ужасную жогу, которая может продолжаться у меня 2-3 дня. Я редко использую лекарственные препараты, подавляющие секреторную функцию желудка. У меня с собой было как раз-таки два пакетика дезостры. Я их развела, выпила и изжога медленно, постепенно ушла полностью. После этого я поняла, что я могу переводить своих пациентов с лекарственных препаратов на более щадящие, безопасные препараты, убирающие вот эту вот избыточную, скажем так, подъем, рефлюкс кислоты из желудка в пищевод. Это вот мое такое практическое наблюдение. Поэтому пользуйтесь, изучайте и спрашивайте у врачей этот препарат, запрашивайте его в рекомендации.